Российские школьники отдохнули на осенних каникулах и вновь сели за парты. В Ульяновский учебный процесс проходит со строгим соблюдением антиковидных мер. В средней школе номер 15 на входе дежурит медицинский работник. И детям, и учителям он измеряет температуру и обрабатывает руки антисептика. Утренний фильтр, два входа. На один вход заходят дети с 1 по 4 класс, второй вход с 9 и 11 класса. Ко второму уроку у нас приходят 7 и 8 класса, и к 3, 5 и 6. Термометрия, масочный режим. Родителей не пропускаем. Все как обычно. Родители уже привыкли к тому, что детей можно провожать только до входа. Конфликтов обычно не возникает. Мамы и папы первоклассников рады тому, что очную форму обучения сохранили, потому что малышам сложно воспринимать учебный материал дистанционно. Очная форма обучения более эффективна. И особенно, если я уже сказала, что я являюсь мамой первоклассницы, для первого класса тяжело обучаться в дистанционном формате. То есть мы заочная форма обучения. В департаменте образования следят за эпид-обстановкой во всех школах Ульяновской области. По данным, на 18 октября есть классы, закрытые на карантин. И виновником изоляции оказался не только коронавирус, но и традиционная острая респираторная вирусная инфекция. В 12 школах 64 класса, где ребята обучаются дистанционно, в связи с тем, что более 20% обучающихся в классе болеют ОРВИ. Соответственно, в четырех муниципальных образованиях эти образовательные организации находятся. В Манском, Ульяновском, Чердоклинском и Теренгульском районах. С ковидом ситуация тоже полностью под контролем. Здесь 68 школ, 140 классов не приступили в очном формате к занятиям в 10 муниципальных образованиях. Ковидных классов оказалось больше, потому что при выявлении хотя бы одного случая заражения отправляют домой всех учеников. Тогда, как с обычной респираторной инфекцией, классы уходят на карантин при 20% заболевших. Среди работников школ зафиксировано менее 1% случаев заболевания ОРВИ. Но почти 1,5% болеют коронавирусом. Виктория Черкова, Герман Баранов. Управда ТВ.